Слава Иисусу Христову! Друзья, братья и сестры, приветствую всех с Кривого Рога. Даже не совсем это Кривого Рога, но это Карачун называется. Карачуны, Карачуны. Короче, название немного напрягает. Черное, что-то такое, кара-кара. Каракум есть, а есть Карачуны. Карачуны. Вот, да-да. Вот, и так что вот так вот, ну я тоже каракум. Так, а как же батюшка там забыл я, слушайте. Я ж татарин по матери татарин. Татарский я забыл уже просто весь уже. В детстве было хорошо татарский, потому что у меня бабушка, дедушка, они по-русски вообще ничего не знали. Поэтому там кошки, кошки. Я ж как-то надо татарскакала. Сейчас. А-а-ав. А-ава? Не-ава, а-ав. Просто а-ав. Кар-а-ав. Да, получается. Вот журавль, ну, тар-не, тар-не, тар-не. А-пс. Сумс, понял. Не-ав, а-апс. А-пс. Да. А-пс или а-пс. Так что все вот так вот, можно сказать, кара-апс. Кар-а-ав. Вот, значит, и сейчас будет служение буквально уже, все, минута-две и начнется служение. Кто подключился, молодцы, рекомендуйте вашим друзьям там, не стесняйтесь лайкать там, делитесь с друзьями. Вот, значит, и сейчас уже начнется служение здесь. Мы сейчас с пастором ходили там в одно место, там, значит, там, где будет потом зал, собрание, там, небольшой его назал уже. Здесь вот так, в шестнуре, а там уже будет. Человек на 100-друге там, ну, больше, наверное, не должно быть. Примерно, да. О, берем 100. Ну, да. Ну, да. Здесь 150 помещается человек, да, вот так вот. Так что, наверное, растет здесь. Да, значит, короче, у нас есть слава Богу. Пусть Бог благоставит вас. До встречи с Богом. Привет Кривого Рога. Да, привет Кривого Рога, да. Вот, замечательно. Уже двое подключились. Кто подключился, приветствую всех. Шалом. Мир вам. Трое уже подключились. Молодцы. Подключайтесь, да. Время. Сейчас служение начинается. Вот прямо сейчас уже. А, Настя, если можешь, получится вот здесь вот этот зум. И так иногда можно так вот. Так вот поближе, допустим. О, вот так можно. Сделать так вот. Потом так. Так, уже четверо подсоединились. Так, то это интересно. Хорошо, друзья. Можете писать, но я читать не смогу сейчас. Почитаю потом уже, когда уже, ну, вечером. Будем. После завершения трансляции. Начинать наше собрание. Начало собрания. Все. И... С Богом. Сегодня у нас, простяк, отец Сергий Шурабов. Отец Сергий. Аплодисменты. Вот. И... И сегодня он нам будет служить и будет служить Словом. И, друзья, хочу просто сказать, вообще суть, знаешь, не в форме, которой одет священник. Аминь. А суть в том послании, которое несет, и в том, о каком Боге он рассказывает. Вот. Потому что, ну, для многих проще воспринимать, потому что, ну, мы все выросли в православном обществе, и нам где-то проще воспринимать человека в грязи, да, с Христом. Аминь. Аминь. Но... И многие из-за этого просто попадают, как бы, в некоторые ошибки и заблуждения, потому что, к сожалению, много отцов и, ну, святых отцов, и от этого никто не застыкован. А... Они сами, многие, не знают Христа лично. Аминь. И, если, знаешь, одеть что-то, а внутри ничего не иметь, никакого результата не будет. Вот. Но кому-то для того, чтобы, знаешь, рассказать о Христе, о Его жертве, необходимы живые люди, знающие Христа. Аминь. Вот. Привычные для многих, знаешь, оболочки. И слава Богу! Вот. Я очень рад, потому что я со служением отца Сергия познакомился еще очень-очень давно, когда слушал курсы по истории христианства. Вот еще на дисках там слушал. И я думаю, вот это да вообще! Потому что, ну, человек, знаешь, по жизни, которая, ну, из него, из него льется, из него течет, он живее, наверное, многих харизматических проповедников. Вот. Но суть, опять же, не в том, в какой церкви, а в том, какой Бог внутри. Аминь. Вот. И, друзья, мы собираемся здесь, и знаешь, что нас объединяет? Нас объединяет Господь Иисус Христос. Да? Поверни соседу и скажи, я верю в Иисуса Христа. И это самое важное. Это самое важное. Поэтому мы сегодня будем поклоняться Христу. Вот. И будем слушать Слово. И будьте внимательны к тому, что будет говорить Отец Сергий. Хорошо, друзья, давайте помолимся, благословим. Аллилюя. Отец Небесный, Господь, мы на этом месте. И мы благодарим Тебя за возможность собраться и поклониться Тебе, Господь. Аллилюя. И мы просим Тебя, Господь, объедини нас во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе не только сегодня, Господь, но каждый день нашей жизни. И мы просим Тебя, говори к нам, действуй сегодня, Господь. Прикасайся к делам, Господь, Духом Своим Святым. Просто наполняй наши жизни, Господь. Наполняй обстоятельства, Господь. Мы молимся, чтобы всякие времена, Господь, времена греха и времена проклятия не сокрушались на этом месте по имя Иисуса Христа. И, Господь, мы хотим быть особенно внимательны для тех свидетельств, Господь, которые будут звучать на этом месте, чтобы еще больше прославить Тебя, Господь. Аллилюя. Благослови это собрание во имя Иисуса. Господь, будь с нами, будь посреди нас во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. Давайте наславим. Аллилю. Аминь. Аминь. Святого Духа, Сына и Отца. Аккин, Насильцы, 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 Насильцы. Блево сносит я это слово как надо мне величаю всю его жизнь. Он среди всех людей выбрал нас во имя Иисуса Христа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok говорит, что если Бог за нас, кто против нас? И хорошая такая жизненная позиция. Сделай так вообще в своей жизни, чтобы Бог был за тебя. И когда Бог будет за тебя, у тебя не будет ни одного врага вообще. Все ситуации изменятся просто. Господь придет в твою жизнь. Аминь. Хорошо, друзья. И мы будем благословлять детей. И по старой традиции попросим у нашего гостя. Потому что некоторое время назад отец Сергий благословлял. Мы посвящали Алину. Это еще в ДК мы собирались. Ей там сколько было? Месяца три, да? Но она и сейчас спит. Как и тогда-то. Она немножко больше. Слава Богу, детки. Благословляю вас. И молюсь за тоже своих деток. Они там онлайн, наверное, подключились. Надеюсь. И внуки. У нас внук. Ему там три возика. И внучка. Она совсем маленькая. Только родилась еще. Слава Богу. Да. И благословляю вас благословением из Библии. Так интересно. Есть ангелы Божьи. Знаете, дети, да? Мальчики, девочки. Есть ангелы Божьи. Они и взрослых, и детей оберегают от Бога ангелы. Вот я молюсь о том, чтобы Божьи ангелы оберегали вас. Чтобы и ночью, и днем были возле вас оберегали вас. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья. И у нас сейчас важное еще служение. Ну так с чего начать вообще? Не то, чтобы мы любим деньги. Потому что обычно кто в церковь приходит, вроде бы уже знает, что любить деньги вроде неправильно. Знаете что, мы очень трепетно к ним относимся. Ну как бы нам не так легко с ними расставаться. Аминь. Ну так же ж. Мы же не ходим, не вытаскиваем из кармана деньги и разбрасываем их по улице, ну типа что, как бумажки или как бантики. Что это у меня в кармане там? Да. Но мы так не делаем. Или кто-то делает. Обычно мы, знаешь, мы очень трепетно относимся. И я думаю, что большинство из нас, когда мы идем по улице и видим, как деньги валяются, то мы не ленимся поднимать их. Да? Ну скорее всего. И знаешь что? Я размышлял. И думаю, мы стараемся отдавать деньги, отдавать деньги туда, в чем мы утверждены вообще. Или, ну туда, в ту сферу, в то направление, в которое мы считаем, что это правильно. Это не обязательно могут быть правильные вещи, но если мы считаем, что они правильные, вот мы внутри, мы туда будем отдавать и мы всех будем убежать в том, что это правильно. Ну допустим, кто сталкивался с людьми, которые в игровой зависимости. Да? Что он делает? Он берет деньги и несет, и отдает, как бы влаживает целью получить в автомат. Больше, он думает об этом, он верит в это, прилагает усилия. И он считает, что это правильно, что ему рано или поздно повезет вообще. И он будет тебя уверять, ты ему будешь рассказывать, что там все подкручено, не надо, ты не выиграешь. Человек будет уверен. Почему? Потому что у него внутри убеждение такое. И знаешь что? И вот, вот сам факт этого как бы даяния, когда ты куда-то отдаешь, он подтверждает вообще то, в чем ты убежден по-настоящему. Ты можешь сколько угодно говорить правильные вещи, говорить, но деньги ты будешь отдавать только туда, куда ты считаешь, лично ты считаешь, что это правильно туда их отдавать. Вот интересная функция в денег. Она показывает, во что мы по-настоящему верим. У мусульман, друзья, есть религиозная обязанность, там их несколько, одна из них называется закят. Что это значит? Они 2,5% от зарплаты, от заработка отделяют. И знаешь, это не просто как бы даяние, что ли, просто они обязаны его приносить. А там такое интересное направление, они это обязаны шерповать на распространение ислама. Не просто, знаешь, я даю религиозный долг мой, налог там, а на распространение ислама. Друзья, сколько христиан жертвуют на распространение христианства? Большинство из нас, это не то, чтобы плохо, но знаешь, мы можем вырасти немножко. Большинство из нас, почему мы сеем? Мы сеем для того, чтобы получить. Аминь. Да? Потому что мы знаем о законе сеяния и жад. Ну знаешь, немножко как бы уровень, ну, то, что делает тебя более зрелым во Христе, это когда ты сеешь для того, чтобы то, во что ты веришь, в чем ты утвержден, в чем ты убежден, это распространялось. Друзья, а это то, что сказал Иисус в последнем поручении. Он говорит, идите и проповедуйте. И указал пределы. И пределы называются до края земли вообще. Идите, знаешь, то есть у вас небольшая группка, но вы сделаете так, чтобы христианство, оно распространялось и достигло пределов. Оно умножалось, оно росло, оно распространялось. И одна из этих частей, знаешь, наши вот хорошие обязанности, когда христианин, я верю в Иисуса Христа, я читаю Библию, Иисус столько чудесных вещей сделал в моей жизни. Он принес исцеление, принес свободу от проклятий. Он разрушил зависимости. Да, это внутри меня. И что я хочу, Господь, я хочу, чтобы это, оно не только на мне остановилось, а оно пошло дальше. Потому что так много людей еще пребывают, да, в проклятиях, в заботах, ну, в суете. Их дьявол просто их убивает. И ты, и ты начинаешь в это сеять. Не просто, чтобы ты пожал еще больше, а в жизни других людей. Поэтому, друзья, давайте встанем на нашу ночь. Если, если есть в твоем сердце желание, знаешь, посеять Царство Небесное, и не просто, не только для того, чтобы пожать, а для того, чтобы Царство Божие здесь, на земле, оно распространялось, чтобы свидетельство об Иисусе Христе, оно постучалось еще в множество квартир, множество домов и множество сердец открылось перед Ним. Давайте помолимся, просто благословим наше приношение. Аллилуйя. Отец Небесный, мы на этом месте. И мы просим Тебя, Господь, прими то, что мы имеем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, и мы просим Тебя благословим во имя Иисуса. И мы сеем, Господь, это для того, чтобы Твое царство здесь, на земле, оно распространялось, Господь, чтобы оно не знало границ и не знало пределов, Господь. Аллилуйя. И не только здесь, на Карачунах, Господь, и не только в нашем городе, и не только в Украине, Господь, но и в других странах, во имя Иисуса Христа. Ты сказал, чтобы мы обращали, Господь, людей, учеников Твоих до края земли, во всех странах, во всех странах, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови приношение, Господь. И мы молимся, чтобы мы были такой церковью, Господь, которая будет вкладывать в Твое царство не просто для того, чтобы пожать, но ревностной церковью по распространению Твого царства. Во имя Иисуса Христа. Господь, чтобы Твое имя, оно возвеличивалось, чтобы Твое имя, оно звучало с гражданом, Господь. Во имя Иисуса Христа. Господь, чтобы весть о спасении она была в интернете, Господь, она была на телевидении, она была на радио, Господь, она была в газетах. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы молимся, Господь, и мы сеем это верой, в том, чтобы это было нашим настоящим убеждением, Господь, настоящим знанием внутри нас, Господь, что мы на правильном пути. Халлелуйя. Что мы уверовали в истинного Бога. Халлелуйя. Халлелуйя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Прославляйся во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Халлелуйя. Слава Тебе. Аминь. Слава Тебе. Слава Тебе. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Святый Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты видишь нас такими, как у нас есть. Прошу Тебя, Господь. Прикасайся сейчас к каждому из нас. Наполняй наши сердца. Обновляй нас изнутри, Господь. Пусть небеса открываются и снимается ей благодати Твоей, Иисус. Мы так нуждаемся в сердце. Мы так нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы так нуждаемся в Тебе, Иисус. Делай, что ты хочешь. Во мне делать, что Ты хочешь, во мне измени, измени Иисус.